Детективная история в зале Староскольского суда, когда потерпевший не узнал обидчика, завершилась в соответствии с законом. Виновный определён, опознан свидетелями, судья вынес приговор. Подробности в нашем репортаже. 22-летний старосколец обвинялся в совершении двух преступлений. Субботней ночью, изрядно выпив, решил разгромить чужую шкоду Октавию. Спустя время хулиган избил человека. Он же 29 февраля, также в ночное время, находясь в одном из баров города Староскол, в ходе словесной ссоры между ним и потерпевшим, после того, как потерпевший выразился в его адрес нецензурной бранью, тем самым оскорбил его, нанёс последнему несколько ударов в область лица и один удар в область спины. В результате множество телесных повреждений, в том числе сломанная челюсть, что относится к средней тяжести вреда здоровью. Обвиняемый в вины не отрицал. Ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Однако потерпевший на первом заседании заявил, что не узнаёт своего обидчика. В связи с этим пришлось допрашивать свидетелей. Как оказалось, потерпевший в тот вечер в баре перебрался алкоголем и вообще плохо помнит происходящее. Также на улице было темно, ночь была, и он просто не помнит. Непосредственно были свидетели, они находились на расстоянии 15 метров от самого конфликта, и они видели, как подсудимый наносил потерпевшему несколько ударов в область лица, от которых потерпевший не падал, у него была просто шаткая походка. После конфликта они разошлись. Алкогольное опьянение обвиняемого суд учёл как отягчающее обстоятельство. Среди смягчающих признание вины, способствование раскрытию преступления, а также оскорбление со стороны потерпевшего, из-за чего начался конфликт. Подсудимый признан виновным, ему назначено условное наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Старосколец не может изменять место жительства или выезжать за пределы округа без согласия УФСИН. Он обязан ежемесячно отмечаться в управлении, находиться дома с 10 часов вечера до 6 утра и не посещать кафе и бары, продающие алкогольные напитки на разлив. За нарушение ограничений срок может превратиться в реальный. Также суд обязал Староскольца компенсировать моральный и материальный ущерб потерпевшим в общей сумме 90 тысяч рублей и оплатить лечение пострадавшего Фонду обязательного медицинского страхования.